Вот подходит к концу один из дней моих мечты. Я очень долго мечтал о поездке в Ванкувер. Теперь я могу сказать, что эта мечта сбылась. Теперь время за остальными. Мне очень понравилось в этом городе. Я собираюсь сделать одно запрещенное действие, которое здесь делать нельзя. Я буду надеяться, что Environment Officer этого не увидит. Как мне сказал мой друг австралиец, они не имеют подобного обычая, они просто загадывают, как бы, wish the will. Загадывают вернуться в это место, вот, ну, если они хотят попасть сюда еще раз. Вот, ну, а я поступлю по старинке, как это делаем мы, славяне. Я очень хочу еще не раз здесь побывать, может быть, даже прожить какой-то период жизни. Я сейчас найду место, где людей меньше всего и выброшу их в воду. Вот первый пятак. Чтоб наверняка второй пятак. Ну, только пусть у меня теперь что-то не получится. Доброе утро, друзья! Я сейчас нахожусь в Виктории. Это еще один прекрасный город, который находится в Канаде. Дальше мы из Канады выезжаем, поэтому это последняя возможность прикоснуться к историческому наследию этой прекрасной страны. Вот, и поэтому сейчас направляюсь в центр города. До него относительно недалеко. Минут за десять можно дойти. В отличие от Ванкувера, здесь нет таких многоэтажек, обескураживающих больших, сияющих своими стеклянными фасадами, или как это называется, там, устроителей. Здесь все очень по-душевному. Здания невысокие. В каждом из них чувствуется душа. Здесь есть замок, здесь есть парки. У меня есть карта. Там каждый может взять себе карту города, схему. Вот моя у меня в руках. Это выглядит как блокнот с отрывными листами. Просто каждый подходит и отрывает себе листик карты, который ему нужен. Угадайте, где я нахожусь. Я нахожусь в жилом районе, как я очень люблю. Прежде чем мы продолжим наш путь, мне нужно кое-что сделать. Все, я делал чудо-кэпку. Теперь мне все нипочем. Я смею предположить, что именно такой должна быть погода в этой части Канады. Это не совсем пасмурно. Это не ясная погода. Это вот что-то такое вот среднее. Очень мягкий климат. Кстати, как я читал в брошюре о Виктории, именно в этом городе вроде бы как самый мягкий климат в Канаде. На секундочку, сейчас я сверю карту. Я сейчас вышел отсюда и пойду по вот этой красной линии. Куда я пойду. До сюда. Первая достопримечательность, которую мне удастся здесь увидеть, ну, помимо, конечно, просто жилых домов, которые и так по себе восхитительны, это рыбацкая верфь. Фишерменс Варф или Варф, Варф. Пока что видно вот такая красота. И вот такие домики. Эта верфь выглядит вот таким образом. Здесь можно купить экскурсию, посмотреть на китов. Можно воспользоваться водным такси и проехаться по нескольким маршрутам. Здесь действует защита полиции. То есть, все подозрительные активности будут рассказываться полиции. Интересно, значит, что ты меня за подозрительный человек? Сейчас проверим. Я подозрительно иду по лестнице, подозрительно смотрю по сторонам. Боже, я понимаю, что это все немножко показушно, но все равно это очень прикольно. Отдельного слова заслуживает обаятельный зеленый домик. Именно таким я себе представлял домик на воде. Ну, где-то примерно таким, просто обратите внимание. Кстати, дом на воде, это вообще отличная идея. Почему я раньше об этом не думал? Я нахожу очень интересную идею создания надводных домиков. Этот похож на пароход. Здесь абсолютно нормальные для нас дома. Только они стоят на воде. Только что я общался с одной из пассажирок нашего судна, американской женщиной. Она меня увидела, узнала, как оказывается. Ей было интересно, она спросила, что я снимаю. Я так и сказал, что да, я снимаю видео о том, как я путешествую для себя, для своих друзей. И размещаю их в будущем своем видеоблоге. Для того, чтобы мои украинские и не только украинские друзья смогли краем глазика побывать в этих прекрасных местах. Вот, она сказала, что это очень крутая идея. Похвалила. Да, это крутая идея, мне тоже очень нравится и с удовольствием этим занимаюсь. Была бы возможность, я бы вообще с радостью, не знаю, был бы ведущим программы какой-нибудь типа «Орел и решка» или моя любимая программа о путешествиях – это «С мир наизнанку» украинская передача, которая всегда меня радует своими сюжетами, своими местами, куда попадает ведущий. И к тому же ведущий очень отлично ее видит. Может быть, когда-то в будущем, когда я научусь говорить правильно и планировать свои маршруты, может быть, я тоже сделаю что-то подобное. Сейчас я нахожусь в парке рыбацкой верфи. Разумеется, это был не весь парк, просто его неудобно снимать из одного ракурса. Ну что, с верфью мы уже ознакомились, пришло время отправляться дальше. Теперь мне открывается вид совсем с другого угла на рыбацкую верфь, в которой я был несколько минут назад. Вот еще раз немножко издалека, так даже лучше видно. Рыбный фонтанчик рядом с отелем «Голубой краб». Я только что прошел парковку, видел даже какие у них расценки для того, чтобы машина простояла целый день. 10 часов стоит 5 долларов. Смотрите, что-о-о-о! Да, двухэтажный красный автобус. Это здание ресторана, название у него «Catsby Mansion». Обратите внимание, это парковочный автомат, типа таких, как я видел раньше, только большой. И у него питание на солнечные батареи. Вот так выглядит нечто типа белого дома в Виктории. Тотем называется «Тотем знаний». Ну что, ребят, пока вы сидите там у себя дома за компьютерами, или за планшетами, или с телефонами, я пойду приму несколько законов, но то сильно хорошо они живут. Это памятник королеве Виктории. Это памятник героически умершим в войне в Корее. Похоже, что это памятник некоему местному Айболибу. Судя по карте, здание, которое находится через дорогу от меня, это Королевский музей. Императорский отель, весь просто заросший растениями. Его как бы главная часть. Энпресс. Кстати, не помешает здесь точно знать высоту своей машины, потому что и в Аляске, в некоторых местах я видел, и здесь, в Канаде, есть ограничения по высоте, по клиренсу. И сейчас я подошел к какому-то очень загадочному растению. У него красный ствол, и у него облазит гора. Может, это какая-то бесстыдница канадская? Вот что говорят об этом на табличке. Я нашел бесплатный источник Wi-Fi. Он назывался Downtown Free. В центральной части города его можно найти. Я немножко пообщался и встретил парня со своего судна. Единственное, который сказал мне, что у нас осталось около полтора часа для того, чтобы вернуться на борт. Поэтому теперь мое путешествие все больше похоже на спортивное ориентирование. Мне надо быстро на обратном пути находить пункты, куда я еще хочу попасть, и быстро в репортаж снимать из мест этих. Поэтому я прошу прощения за усиленную тряску. Я понимаю, и так смотреть мои видео можно слабонервных, может тошнить от вечной вот этой тряски камеры. А сейчас она будет трястись еще больше. Я прохожу к Чайнатауну. Чайнатаун – это китайский райончик. И в этом городе он самый старый. Выглядит это вот так. Только что я узнал о том, что некоторым домам здесь по сто лет, некоторым больше. Я только что нашел сияющую жемчужину, или как-то так это переводится. Это такой большой глобус. Я только что нашел нашу страну. Ну, почти что. Она не совсем обозначена здесь. Здесь ничего не обозначено. Но, тем не менее, его можно крутить просто так рукой и искать. Конечно, когда надо так быстро куда-то идти, столько удовольствия не получаешь, чем от обычного праздного шествования в таком обычном темпе. Действительно, очень много таких исторически ценных старых зданий, которые даже выглядят старомодно. Это придает определенный шарм этому городу. А там идется тоже такое старинное здание. Я сейчас прошел в здание Сити Холла. Опять чувствую запах гашиша. И я вижу, что здесь под деревом собирается местная тусовка. Ребята отдыхают, играют на бонгах. Хорошо проводят время. Опять же, я могу ошибаться насчет запаха, который мне показался, но вот почему-то мне кажется, что это именно вот этот травяной ингредиент. Нахожусь сейчас вот здесь. Дальше мой маршрут будет следующим. Я опущусь вниз, выйду мимо конференц-центра Виктории. Перейду дорогу здесь. Если будет оставаться время, пройдусь по этому парку. Вот таким вот образом. Вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова